Татуировка, как средство распознавания свой-чужой, насчитывает не одну тысячу лет. Правда, в Европе она не получила большого распространения, и мода на нее пришла лишь в конце 18 века, после путешествий Джеймса Кука. Он с удивлением наблюдал, как дикари Тихоокеанских островов украшают друг друга рисунком, наносящимся на кожу с помощью игл и особого красящего состава. Именно с конца 18 века началось победное шествие татуировки по Старому Свету. Искусство нанесения на кожу рисунка постепенно совершенствовалось, причем не только техника исполнения, но и содержание. Понятно, что криминальный мир сразу же оценил преимущества таких несмываемых картин. Это не столько украшение, а сколько своеобразная табель о рангах, в которой знающий человек прочтет не хуже, чем в личном деле, о статусе личности в преступном сообществе, о ее склонностях, привычках, личных убеждениях и даже об этапах жизненного пути. Так что же означают эти звезды на плечах того, кто вернулся из мест лишения свободы? Давайте разбираться. Визитка Татуировка или наколка может многое рассказать о человеке. Многоопытные сидельцы прекрасно разбираются в хитросплетениях синих линий, украшающих тело. И нередко невинная красивая картинка, которую некто далекий от преступного мира наколол в угоду моде или из бравады, оказывается в глазах бывалых зэков наполнена негативным, а то и позорным содержанием. Такими вещами на зоне не шутят, ведь обладатель модной татухи может поплатиться за свою недальновидность здоровьем или даже жизнью, в зависимости от ее содержания и от настроения тюремного контингента. Правоохранительные органы занялись изучением татуировок примерно лет 80-90 назад. До этого наколки считались исключительно особыми приметами, и их содержание тюремными работниками во внимание не принималось. За минувшее десятилетие изменилось многое. Некоторые блатные татуировки перестали наноситься, поскольку язык рисунка, как и преступный жаргон, с годами меняется, чтобы затруднить его изучение посторонними. Другие наколки вышли из моды потому, что исчезли социальные условия, их породившие. Например, популярные в прошлом изображения на груди Ленина и Сталина сейчас практически не встречаются. Нанесение татуировок Изначально татуировки в местах лишения свободы наносили иглой, смоченной в составе, содержащем сажу. Для этого жгли подошвы сапог. Потом технология стала улучшаться. В качестве краски применялись чернила как от перьевых, так и от шариковых ручек. А для нанесения рисунка начал использоваться так называемый штамп. Изготавливается он следующим образом. Иглы втыкаются в кусок толстой резины с таким расчетом, чтобы острия выступали на 1-2 мм. Затем иглы окунаются в чернила, и одним резким ударом рисунок наносится на кожу. Потом появились машинки для татуировки, которые делали из электробритв. А в качестве игл применялись гитарные струны. Еще позже стали использовать профессиональное оборудование и специальные краски, предназначенные именно для этой цели. Обычное изображение сначала рисуется на коже ручкой или химическим карандашом, а затем кольщик увековечивает его с помощью игл и краски. Наиболее опытные специалисты делают татуировки начисто, то есть без нанесения предварительного рисунка. Для этого нужно не только художественное чутье, но и глазомер, и твердая рука. Ведь неверный штрих уже не сотрешь. Звезды на плечах. По мнению многих людей, незнакомых с нюансами блатных портаков, так на зоне называют некачественно выполненную татуировку. Звезды на плечах, точнее на ключицах, однозначно говорят об их носителе, как о принадлежащем категории воров в законе. Однако это не так. Звезды на плечах носят довольно большое количество осужденных. А объединяет их одно. За престижную наколку надо уметь ответить. Право на такую татуировку, кроме непосредственно воров в законе, имеют и другие представители преступного мира, обладающие достаточным авторитетом и силой воли, чтобы в открытую противостоять лагерной администрации. Их называют отрицалово, а это очень непросто. У звезд может быть разная конфигурация и количество лучей, от 6 до 10, но самым распространенным вариантом является восьмилучевая звезда. В центре звезды, как правило, изображаются череп, молнии, другая звезда и некоторые другие знаки. Все они имеют какое-то значение. Например, череп означает «меня исправит расстрел, будь что будет» или «рожден для мук». Молнии означают «дави ментов», гитлеровская свастика означает «бей коммунистов». У любого знака немало разных толкований, а учитывая, что комбинаций и вариантов их начертания еще больше, то и объяснений изображенному на наплечной звезде может быть великое множество. Порой этот рисунок указывает на национальность или вероисповедание его обладателя. Например, вор-мусульманин может наколоть в центре звезды полумесяц – символ этой религии, а еврей изобразит звезду Давида. Хотя это, конечно, своеобразное криминальное кокетство. Понятно, что те, кто занимает высокие посты в преступной иерархии, не исполняют заповеди никакой религии, им на нее просто наплевать. Они имеют свой собственный кодекс чести, священное писание и символ веры, которые гласят, что можно вору, то нельзя фраеру. А обладателе любого варианта такой татуировки можно абсолютно точно сказать, что он относится, если и не к элите преступного мира, то к ортодоксальному отрицалову, причем освобождение из заключения на его жизненные убеждения влияние не оказало. Это по-прежнему асоциальный тип со склонностью к агрессии и стремлением в любой момент подтвердить свой личный статус. С подобными людьми лучше не иметь никаких дел, потому что умение обмануть фраера относится к предмету хвастовства. Это считается обычной нормой поведения.